Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Удачно подчеркнули нежность наряда Для любительниц спортшика и удобства Представляем вам третий вариант Ну а такой прогулочный вариант Вам подойдет в любую погоду Джинсовую куртку Вы можете заменить курткой бомбером Или допустим коротким пальто Ну а также можно сказать И про головной убор В данном случае у нас кепи Которые вы можете тоже заменить Шляпой или кепи с ушками Ну то есть то что пожелает ваша душа При энергичном ритме современной жизни Такой повседневный и практичный лук Отличное решение для встреч с друзьями Все три образа показали нам Как можно использовать одну универсальную вещь В гардеробе и при этом Оставаться разной И помните Маленькое черное платье Это несомненно признак хорошего вкуса А если у вас до сих пор нет такого в гардеробе Скорее исправляйте это недоразумение Диалог двух культур Синтез двух миров Связь моды и театра Так охарактеризовали сами организаторы Поп-механический спектакль Мидея Материал Новое произведение появившееся в театральном мире Казахстана Молодой режиссер Рустем Бигенов Представил на суд зрителей Свое видение пьесы немецкого драматурга Хайнера Мюллера Свежее и совершенно непривычное для Казахстана Направление театрального постмодернизма Дало возможность режиссеру Максимально проявить креативность Задачу спектакля Показать переплетение культур Осуществляли, например, благодаря участию людей Совершенно других, не театральных профессий Многие из нас, почти все, кто участвует в проекте Не имеют театрального опыта И мне хотелось сделать именно такой проект Который бы искал какую-то новую форму театра Не с людьми профессиональными Не с людьми, которые этому учились Или работали, да, как театральные профессионалы А с людьми из других областей И с профессионалами, с художниками И я думаю, что в этом была, наверное, основная идея Этого спектакля, вот как проекта По словам Рустема Бегенова Сегодня современный театр выходит за рамки обыденного Ищет себя в разных областях и слоях культуры В том числе и в моде Говоря о моде, на ум сразу приходят дизайнеры и модели Последние выступили в качестве актрис 16 профессиональных манекенщиц сменили подиум на театральную сцену Чтобы, как было задумано, привнести особую энергетику в действие спектакля Во-первых, модели – это профессионалы красоты Это профессия красоты Это профессиональная красота Во-вторых, это люди, которые умеют присутствовать То, чему их учат, это как раз присутствие Это не сцена, но это подиум Но это тоже хороший вопрос А почему подиум, например, не может быть сцены театральной? Почему мы не можем думать, что модели, которые участвуют в показах Не могут участвовать в создании чего-то, что мы привыкли называть спектаклем? Немаловажную роль в спектакле сыграли костюмы, созданные дизайнером Альданой Кожигельдиной Задачей модельера было не перегрузить наряды А лишь подчеркнуть с их помощью характер каждого героя на сцене Мифического, но в то же время осовремененного Здесь были балахоны, белые воздушные платья и костюмы темных тонов Каждый персонаж играли сразу две-три модели А вот главную роль Медеи исполнял не человек, а белое платье Это такой сложный материал, с которым нужно работать прям по тексту То есть он очень небольшого объема, но он несет за собой большие образы, которые нужно адаптировать Допустим, вот мне в костюмах И мне нужно было точно понимать, допустим, чего мы хотим от каждого персонажа И о чем он должен говорить А после этого появляются вот образы, силуэты, появляется ткань Степень прозрачности, появляется тон И это все нужно так в градиенте отстроить, чтобы было понятно, что креон это креон Что изон это изон Хрупкие и нежные создания передвигались на фоне громоздких и брутальных сооружений А напряжение действия поддержали звуки камертонов и музыкальных инструментов Возможно, в этом и есть особенность проекта Совмещение прекрасного и ужасного, необыкновенное в обыденном Участие таких, казалось бы, разных, но близких по духу профессионалов Породило весьма необычный для казахстанского зрителя спектакль К тому же это яркий пример того, как мода входит во все сферы нашей жизни Париж вновь распахнул свои уютные объятия Принимая самую главную и особенную неделю моды Paris Fashion Week от Couture и ее преданных поклонников И доказывая, что высокая мода по-прежнему жива По традиции открывал неделю модный дом Версачи Его коллекция вышла под названием «Атлетик», оправдывая спортивную тематику многих образов Впрочем, без фирменной сексуальности Донателло Версачи, конечно, не обошлось Основой дизайна также стала и морская тематика Об этом говорят цветовая гамма, часто использованные сетки и узлы Классические пиджаки и костюмы были отдекорированы цветными вставками на манер спортивной одежды А вечерние наряды с глубокими вырезами переплетали тонкие канаты Сделанные на самом деле из нитей Сваровские Среди звездных моделей Джон Смолс, Ирина Шейк, Наташа Поли, Джи Джи Хадид и другие Самым долгожданным показом Paris Fashion Week от Couture стало, конечно же, шоу «Диор» Ажиотаж был серьезным, ведь это первая коллекция модного дома после ухода Рафа Симмонса И дебют швейцарского дуэта Сержа Руфье и Люси Майер Исполняющих пока что роль его преемников Постоянного главу и замену Симмонсу Диор все еще не нашел Диор постоянно меняется, наверное, потому что таковы господин Диор и судьба нашего модного дома Вся его история протекала очень бурно, напоминая вечно движущийся поезд И двигаясь от одного дизайнера к другому, мы все время ускоряемся Так что я полностью уверен в нашем будущем Мы будем отслеживать последствия принятых решений, но в режиме постоянно движущегося поезда Эта кутюрная коллекция состояла из прозрачных шифоновых и классических платьев Топов, юбок, карандаш и тюльпан, жакетов и пиджаков Образы отличались богатой вышивкой из пайеток, разнообразными принтами и замысловатой конструкцией плеч А основные цвета — черный и белый Эту коллекцию, несмотря на статус от кутюр, можно назвать самой носибельной из всех, что когда-либо выпускал Диор Шоу Шанель, конечно же, состоялось в Гранд-Пале После шумного супермаркета, переполненной демонстрантами площади и блестящего аэропорта Дворец в очередной раз преобразился На этот раз в летний сад с лужайками, прудами и большим деревянным домом без окон Такая получилась и кутюрная коллекция — натуральная, спокойная и утонченная Карл Лагерфельд воспел настоящую оду бежевому цвету, которую так любила Коко Шанель Блистательные платья и костюмы бежевого и сопряженного ему цветов сменяли одно другое Традиционные твидовые костюмы, шелковые юбки, блузки и платья украшали тончайшее кружево Вышивка и мелкая бахрома И главный аксессуар — чехол для смартфона на поясе Я мечтал о таком доме, но во Франции запрещено строить такие Все из дерева и все сочетается по стилю Это выглядит очень хорошо, не так ли? Подобные длинные бежевые платья я раньше видел на телевизионных площадках Не забывайте, что в 20-е годы прошлого века, до того как Коко Шанель придумала свое маленькое черное платье, ее называли королевой бежевого цвета За все свои 33 года в модной индустрии, это моя первая коллекция почти полностью в бежевом Меж тем в образах моделей Шанель чувствуется влияние и японской культуры Это кутюрная коллекция Карла Лагерфельда, само воплощение скромного шика Вновь наряды и Paris Fashion Week от Кутюр мы наверняка увидим уже скоро Теперь на знаменитостях, на главных красных ковровых дорожках мира